Сделаем первую лабораторную работу. Первая лабораторная работа состоит из двух частей. Это вот лабораторная 1. У нас создание образа с помощью пекера и развертывание виртуальной машины с помощью Vagrant. В качестве операционной системы будем RokeLinux использовать. Вот можно отсюда скачать его. Будем использовать минимальный образ. И вот тут файл с checksum. Тут контрольные суммы описаны, потому что если у вас изменится образ, то вы можете или сами посчитать контрольную сумму или скачать отсюда. Ну и если вы будете использовать под другую архитектуру, вы можете скачать по другую архитектуру образ. Сейчас я уже скачал. Вот сделал файл, каталог Vart.mp из своего имени. Вы в принципе, если делаете дома, можете временный каталог, в рабочий каталог в любом месте сделать. Копируем пекер. Копируем, переносим наш файл. Итак, вот у нас makefile, который и будет всё это делать. Давайте мы запустим, а потом посмотрим структуру этого makefile. Итак. Make help. Да. Make запустили и сейчас у нас будут производиться те действия, которые нужны. Вот у нас началось развертывание. Вот он нашёл дополнение, где находится для VirtualBox, проверил, что XAM совпадает контрольная сумма, подключил ISO и запустил виртуальную машину, вот она, виртуальная машина, пишет и запуск работы. То есть по скриптам, которые мы приготовили, всё в духе инфраструктуры как кода, он начинает развертывать операционную систему из установочного образа, чтобы получить в результате box-файл, который мы можем использовать уже для работы. это он партиции создаёт. Начинает скачивать необходимые пакеты. Ну вот это он ждёт, когда SSH у нас заработает для того, чтобы подключиться и начать дальнейшую работу. сейчас у нас пока ещё запущен файл, так называемый kickstart файл, который всё это выполняет. Давайте мы посмотрим, что собственно у нас есть тут. makefile. makefile. у нас он из двух состоит целей, это инициация и создание бокса. Дело в том, что сейчас ещё плагины идут упакованные в Packer, но в новой версии они всё обещают, что плагины, поддержка в том числе virtualbox, нужно будет скачивать эти плагины. Ну и вот мы инициировали нужные плагины. То есть вот он читает наш файл, заготовку, оттуда смотрит, какие цели там описаны и плагины ставит. Дальше. Поставили для virtualbox, чтобы он property печатал на английском. Ну дело в том, что они в седьмом virtualbox сделали, что property печатается на языке локали, а все скрипты ожидают, что информация будет на английском. В результате они просто не работают. Поэтому, чтобы скрипты работали, мы локаль делаем английскую. Дальше мы делаем так, чтобы устанавливалось локально. В этом же каталоге виртуальная машина временная была. Ну а это, собственно, запускается Packer. Ну давайте мы теперь посмотрим, как у нас что-то работает, ожидает отсоединения. Так, вот, подсоединилась. То есть там прошла установка Kickstarter и теперь он запускает, собственно, Packer скрипты. Вот тут ничего не показывается, будет показываться все вот тут вот. Значит, что у нас? Вот тут у нас Kickstart. Это стандартный файл для развертывания. К сожалению, у них есть веб-интерфейс для создания этих файлов, но он только для тех, у кого есть лицензия. Нет лицензии, нет веб-интерфейса. Вот тут все достаточно просто. Мы подготавливаем диск. Получаем адрес pdhcp. Пароль Vagrant делаем и пользователя Vagrant делаем. Так, запускаем Network Manager, SSH, ChronyDemon. Зону делаем на UTC. Значит, делаем партиции на диске. Добавляем Vagrant в Sudors, чтобы он без свода пароля давал ему возможности выполнять рутовые программы. Это делаем для сети. Ну, на самом деле, вот это вот на данный момент, я думаю, уже с переходом практически полным на Network Manager это уже не обязательно. Так, это у нас, опять же, для того, чтобы Vagrant подключался с правами администратора. Так, настройки. Ну, и вот дальше пошло список того, что мы ставим дополнительно. Ну, и все. Вот, собственно, этот файл у нас приводит к тому, что развертывается операционная система. Вот это у нас делается то, что описано уже дальше в файле Packer. То есть это с помощью Kickstarter мы установили базовую систему, а дальше мы устанавливаем то, что нам нужно. И, собственно, все это написано в файле Packer, он на языке HSL написан. Это и раньше был на JSON, а потом они вот свой язык разработали. Так, давайте посмотрим. Так, ну, вот это можно не обращать внимания. Это заглушка на будущее, чтобы работал с более поздними версиями, чтобы откуда скачивать плагины. Дальше мы... Это наш дистрибутив, ROCKY2. Вот его контрольная сумма, которую мы можем сами посчитать. Можем из файла взять. Контрольная сумма по CH256 считается. Источный файл вот такое название имеет. Значит, это у нас размер диска 40 гигабайт. Значит, это пользователь и пароль. А дальше у нас описывается источник. Вот ISO, что нам нужно. И вот, собственно, вот тут мы запускаем kickstart. Значит, дальше после прогона kickstart мы устанавливаем необходимый софт. Монтируем драйвера VirtualBox, устанавливаем их. Фактически обновление идет системы до текущего состояния. LightDM устанавливаем в качестве менеджера входа. Значит, устанавливаем профиль сервер с графическим интерфейсом. Ставим, что у нас по умолчанию графический интерфейс загружается. Ну и все, собственно. А в результате мы после того, как все это сделали, создаем файл вот с таким вот названием. Переменные там объявлены у нас. Ну и таким образом мы завершаем установку. Ну вот у нас, собственно, идет установка необходимых файлов. Сервисы. Эта установка идет. Сервисы. Справа у нас шаги, которые он должен выполнить. Как видим, достаточно быстро. И главное, без затрат ваших усилий. Но в этом и состоит идея инфраструктуры как кода. Вы описываете, как все должно работать. С помощью специальных средств, естественно. И после этого все работает без вашего участия. Ну, наверное, главное в этом – это воспроизводимость. Поэтому при вашей работе необходимо будет после выполнения каждой лабораторной работы уничтожать образ, который вы сделали. Ну, потому что лабораторная работа стоит из двух частей. А именно вручную вы настраиваете. И потом, исходя из этой настройки, выписываете, собственно, информационные файлы. Таким образом, после каждой лабораторной работы вы все уничтожаете и заново восстанавливаете систему с помощью текущего состояния ваших конфигурационных файлов. То есть должна быть некая реализация воспроизводимости. Дождем, когда завершит. Недолго. Да. Скрепляты. То есть он сначала установил, потом дополнительные Видите, там у нас в конце Midnight Commander вставился и Mox. Вот он все сделал. Теперь он генерит образ бокс нашей машины. Ну, вот он временный файл, стандартный образ виртуальных машин. И теперь он, собственно, его упаковывает в файл бокса. Там вот этот стандартный образ лежит. И потом вы читаете этот файл бокс, распаковываете этот образ, импортируете в виртуальную машину. Ну и после этого, собственно, виртуальная машина готова. Так, ну ждем, когда он сделает. Вот у нас каталог Build. Вот, собственно, вот наш образ полтора гигабайта получился для виртуальной машины. И вот он сжатый, то есть файл VDI исходный. Видите, почти 7 гигабайт. Вот, а когда его сжали, ну потому что там есть пустое место. А сжали, полтора гигабайта все получился. И его упаковывают вместе с описанием образа. Это файл описания образа. Увается он. Вот. Можно подождать немножко. Это у нас лог файл. Фактически то, что было, он тут записывается. Так вот. Снимает. 16 минут 40 секунд потратил на это. И получил вот бокс файл. Вот, собственно, этот бокс файл и является результатом вашей работы.